Здравствуйте, дорогие друзья, с нами снова Фирма Петерсон и я, это Петерсон и мы продолжаем. Мы остановились на том, что после некоторых дискуссий о моем пути в сток, то есть попытка его подогнать под себя вызвала некоторые споры и некоторые даже возмущения, попытка меня в чем-то там уговорить или посоветовать. Ребята, я мне говорил, что я в этом плане работаю бульдог по натуре. И вот представьте себе бульдога, который вцепился в филейную вкусную часть, и вы его стоите уговорить, нехорошо поступил, не надо дяденьку за ягодицу хватать, отпускай. Нет, вы возьмете какой-нибудь, шлепните его и попытаетесь зубы уморожать и ототравить. Так же со мной, понимаете, я уже вцепился, у меня уже программа до конца года расписана. Все, и свернуть меня с этой программы может только не успех или маленький успех. Который вы мне часто предсказываете. Но, вы знаете, указываем свой путь, и поэтому оставьте мне этот путь хорошо. Так, ладно. Сегодня у нас идет подключение интернета. Я не знаю, как подключение, но отключили мне полностью. И поэтому у меня сейчас появилось время заняться чисто вот этой стоковой фотографией. Потому что связаться со своими клиентами я не могу. Узнать, нет ли у них там на сегодня работы какой или еще что-нибудь. Поэтому мы будем заниматься сегодня только стоком. И вот что я о себе подумал. Я подумал, здесь их 60 различных. Мы с вами посмотрим эту книжку еще поближе. Давайте это сейчас прям сделаем. Вот так выглядит эта книга. Здесь, в общем-то, на каждой есть иллюстрации. Некоторые будут мне полезны. Ну, пусть мне вот эта иллюстрация очень нравится. Очень такая симпатичная. Вот. И на каждый такой напиток есть пример и описание, и как приготовить. Ну, в принципе, везде все одинаково. Так вот, здесь 60 с лишним различных, как я сказал, напитков. Каждый из этих напитков, будем называть их напитками, да, чему-то помогает. Кто-то ощущение от шлаков, что-то от воспалительных процессов и так далее. Но меня интересует немножко не это. Мне интересует, как бы, как это 60 этих напитков представить. Ну, понимаете, мне как бы этого мало. Если я сниму, как вот в книге, значит, одну банку, в ней там что-то сделано уже, намешано, и вот замечательно, отправлено на стоки. Это транжира денег. Хотя это все съем, естественно, да, но это все равно транжирование денег получается. Поэтому я решил для себя изобрести такую систему небольшую. То есть, определиться с каждым соком. Они все, в принципе, эти напитки, они все одинаковые, по сути дела. Содержимое меняется только, а так в основном это вода, да? И вот я вчера вечером на сон грядущий продумал такую систему. Мне надо 10 видов, то есть стандартных, которые мне нравятся, которые я бы хотел, именно так я хотел бы фотографировать. И вот 10 на, допустим, каком-то светлом фоне, и 10 этих же на темном фоне. Получается 20. И 20 это то количество, которое, мне кажется, я без напряга могу делать с утра или где-то до обеда. Я уже, наверное, справлюсь, если все хорошо подготовится. Я в этот раз подготовился. Я взял за основу, сейчас найду, где-то он тут был, вот оно. ФБН плюс цитроны митминцы, то есть клубника с лимонами и смятой. Это самое простенькое такое. Вот я себе купил землянику, клубнику, да. Тут у меня лежит эта мята, там лежат лимоны и здесь стоит минеральная вода. В этой стороне у меня, как видите, различная посуда. И я, возможно, использую где-то вот эти цветочки. Нарвал опять по дороге где-то. То есть должна быть схема, чтобы быстро можно было это решать. Эту проблему по 20 штук в день. Вот я уже третий день так работаю. Каждый день загружаю 20 работ на сток. И понял, что это вполне для меня приемлемо и не очень, так сказать, напряжно. Посему давайте мы сегодня это и сделаем. Я сейчас покажу вам, где я это буду делать. И мы потихоньку начнем. Давайте мы, я сделаю небольшую перестановочку. Давайте мы сейчас посмотрим. Подойдя творчески к этому процессу, я оптимизировал свою маленькую студию. Смотрите. Вот это у меня рассчитано на большие софтбоксы и, в общем-то, для фотографирования со вспышками. Тут лежат мои ингредиенты. И тут лежит у меня разделочный столик такой, тоже на колесиках, очень удобный. Так, а вот здесь, ребята, я сделал себе еще одну, то есть то, где я могу работать с дневным светом. Это вообще прекрасно, я вам скажу. Я сделал так, что можно открывать окно. Я сделал побольше эту доску. И здесь мы можем менять постоянно фон. С такого у меня, с другой стороны, по-другому покрашен. Здесь мы можем вращать, потому что снизу стоят козелки. А, кстати, вот я себе начал тоже заготавливать. Это настоящая земляника. Я ее здесь посадил, поливаю и надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь вырастет. А вот там не видно. Я посадил базилику. То есть, понимаете, друзья, вот эта вот причина, да, вот она, отсутствие интернета, не помешает нам фотографировать при дневном свете и вообще делать видео. Кстати, вот я вчера поснимал, вы уже видели это. Но когда я оставил это и посмотрел в обед, то я увидел, что можно делать даже вот такие фотографии. То есть, с переплетами, с тенями и так далее. То есть, знаете, ребята, я очень доволен своей маленькой-маленькой студией. Я думаю, 12 квадратов. Но мне это ужасно нравится. Мне здесь хорошо. И сегодня мы с вами здесь и будем работать. Ну, а прежде чем мы приступим непосредственно к делу, я предлагаю вам просмотреть эти 10 картинок, которые я себе наметил. Начнем с картинки номер 1. Так, то есть, просто изолят. Вот, кружечка в ней, клубничка и лимончики. Все. Что на белом, что на деревянном фоне. Далее. То же самое, в принципе, но уже с тем, что там внутри. То есть, ягодки положим, лимон. Надо пойти нарвать лимонных листьев еще или похожих на них. Так, не забыть. Следующее, вот это крупным планом уже будет кружка. Снята вот как бы с этого угла. Так, отсюда взгляд будет туда вдаль. И здесь трубочка лежит. Тоже ягодка, лимончик. Но кружка является таким очень большим объектом. Как раз там хорошо можно показать, что находится внутри. Следующее. Вот, это уже наша... Так, я возьму какой-нибудь другой цвет. Но синий возьму. Вот синий возьму. Так, это вот у нас пирамидка такая, видите. Тоже на тюрьморчик небольшой. Тут состоящий из большого лимона. Несколько ягод. Кружка. И тут уже кувшинчик или баночка такая симпатичная. Дальше. Есть у меня вот сейчас только видели. Там у меня такая круглая есть. Разносик. Вот на разносик, где я крупным планом. И лимон. Далее. Сделаю такую композицию, где будет тарелка с ягодой. Будут вот эти вот листочки, лепесточки. Мяты. Потом, значит, этот... Лимон дольками порезан. И с базиликой вот эти крошки. Может быть большая, маленькая. Посмотрим. Седьмой у меня... То есть полотенчик вот зеленый. Потом ящичек у меня есть небольшой. И туда тоже все вот эти... Напихать бутылочки декоративно. У меня есть с красным соком. Сделаю здесь с лимонным соком. Сделаю здесь. Сделаю кружечку. Поставлю два лимона. И пусть у базилики будет хорошо, я считаю. Это сделать уже на фоне окна с баке. То есть большой уже кувшин. Тоже здесь, может быть, надо сделать такую трубочку. И сфотографировать это на фоне именно баке сделать. Так же, может быть, в круглый все положить. Или на деревянном, или на белом. Тоже круглый поднос. И вот с таким полотенчиком тоже вокруг. Как бы он замыкает так хорошо. И десятый. Я хочу купить клубочек суровый нитик такой, да? Или шпагата. Обмотать тут. Подвесить какую-нибудь. Вот эту этикетку написать. Что сделано в домашних условиях. Тоже очень так привлекает такое. Вот такие десять постановочек. Вот такой мой план, дорогие друзья. И начнем мы с вами уже практическое занятие. В следующем видео. И пройдем все эти десять этапов. Я надеюсь, что вам будет интересно. Если нет, скажите об этом. Итак. До встречи в эфире. С вами была фирма Петерсон. И я, Эдар Петер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok